А вы дружите с животными? Они вас любят? Потому что сегодня будет история, которая закончилась дружбой и лисенка, и человека. И не только. Трогательная история дружбы россиянина и спасенного им лиса покорила сеть. Животные, так же как и люди, нередко оказываются в беде. Вот только помочь им обычно некому, особенно если животное дикое. Да что уж говорить. Даже порой своему домашнему животному люди отказываются помочь. У них свои дела, жалко денег на лечение у ветеринара. Случаи бывают всякие. Но герою этой истории лису Вуди очень повезло. Неравнодушный россиянин Ярослав спас его от страшной участи. Из-за своего красивого меха лис должен был стать шубой. Животное подросло, его мех был очень красивым. И как это обычно бывает, мех лисы продают за очень хорошие деньги. Его судьбу спрогнозировать было несложно. Скорее всего, его шубку использовали бы для того, чтобы какая-то богатенькая кляча получила себе пышный подол куртки, воротник, либо украшение для обуви. Парень забрал животное со зверофермы. Вернее, выкупил. Он просто не мог допустить его убийство и выплатил владельцам фермы сумму, которую они могли бы получить, продав мех лисицы. Молодой человек сделал для своего пушистого приятеля вольер, чтобы он мог проводить время на природе. Теперь Вуди живет жизнью счастливого и довольного питомца. Наслаждается вкусной едой, играет и, как и все животные, периодически доставляет хлопоты своему хозяину. В первые дни жизни со своим спасателем Вуди очень нервничал и не хотел с ним контактировать. Но примерно через неделю лис привык к новой обстановке и общению с человеком, для которого стал лучшим другом. Прозвучит банально, но вы задумывались о животных? Вы бы хотели применять своего кота на красивую шапку? Ну а что, мех натуральный, зимой будет тепло, раньше так и делали, не стеснялись. А на одну шубку идут десятки норок, которые превращаются в нее, отнюдь не в курортных условиях. Чем они хуже вашего кота? И чем заслужили подобную участь? А знаете ли вы, что для получения одной шубы убивают 100-250 белок, 18 бобров, 55 норок, 27 енотов, 170 шиншилл, 18 лисиц? Пожалейте животных, откажитесь от меха. Спрос рождает предложение. Не оплачивайте смерть и жестокость. Я прочитала интервью, в котором сотрудники, которые разводят животных для получения меха, говорят, что привыкли и никакой жалости не испытывают к разводимым животным. Они им даже не сочувствуют, когда тех приходится убивать. Наоборот, они радуются, что удастся получить качественный мех для продажи, и они смогут заработать хорошие деньги. Вот такая жестокая информация. А я надеюсь, наш ролик даст вам толчок для размышлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!